Вот, беру три стиха из главы, которую мне Господь вчера показал. Вчера я как-то читал, не особо как-то. Ну, хотя нет, одно место я брал, тренировал. Но сейчас я смотрю на слово и... Я понимаю, я сейчас жизни черту. Вот, допустим, три стиха я возьму. Первый стих. Филиппийцам 4.3. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом. С прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. То есть, мысль помогать благовествованию. Или сам как-то участвовать. Или помогать тем, кто более активно это делает. Благовествование, то есть, делиться, как человек может примириться с Господом через Иисуса Христа. Или как человек вообще может наполняться божественной жизнью. Черпая божественные принципы в своей жизни. И ты делишься с тем, у которых нету этой жизни. Вот. То есть, я располагаю свое сердце к этому. К благовествованию. И тогда в моей жизни будет больше жизни. Господь, я вот сейчас к этому. Второй вот стих следующий. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Вот сейчас, что наполнит мою жизнь. Жизнь. Радуйтесь. Видимо, он говорит два раза. Потому что некоторые говорят, радуйтесь. Всегда в Господе сказали, ну, тут же такие обстоятельства. Но. Вот для тех, кто говорит но. Он говорит, еще говорю. Радуйтесь. То есть, находить. Жизнь. Радоваться. Несмотря ни на что. Найти. Вот чему я могу радоваться в это обстоятельство. Чему. Хотя вроде и нечему. Но найти. Когда я радуюсь, это наполняет мою жизнь. Жизнь. Третий стих, который я хочу привнести в свою жизнь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Интересно, что кротость это такая где-то скромность. А известность это как бы какие-то противоположные вещи. Как еще можно понять слово кротость? Оно. Как переводится это слово, которое здесь использовано в греческом. Снисходительность. Снисходительный. Уступчивый. Кроткий. Податливый. Мягкий. Тихий. То есть, вот. Уметь быть таким. Но это не имеется ввиду козлу. Козлу мы должны быть твердым. Бескомпромиссным. Но бывает к людям, которым бывает трудно. Можно быть снисходительным. Уступчивым. Кротким. Податливым. Мягким. Тихим. Чтобы проявить к ним какую-то любовь. Чтобы помочь им выйти из какой-то ситуации. Если я не буду таким упрямым, твердым. Нет. Моя воля. Уметь быть податливым. Мягким. Уступчивым. Снисходительным. Вот это качество изменит мою жизнь. Я наполнюсь еще большей жизнью. Еще большей жизнью, энергией, осмысленностью, счастьем и радостью своей жизни. Снисходительным. КОНЕЦ